Перспективы для пермских производителей В пермской студии РБК Дмитрий Теплов, директор Краснокамского ремонтно-механического завода и главный инженер агрохолдинга «Русь» Анатолий Голдарев. Господа, приветствую вас и благодарю за то, что нашли время для беседы. Ну, чтобы понять глубину проблемы, господа, как сегодня обстоят дела и есть ли какие-то альтернативы от отечественных производителей перед зарубежными? Ну, Анатолий Александрович, наверное, с вашего позволения. Ну, наверное, сегодня мы хотели сделать все-таки упор на нашу отечественную технику. Почему? Есть несколько причин. Ну, во-первых, намного легче обслуживать, ремонтировать. То есть, некая доступность запасных частей, которые можно быстро доставить, привезти и установить на агрегат. Особенно в наших условиях, в нашей сезонности работ, пиковых работ, летний период, когда выход любой техники из строя чреват определенными последствиями. Сегодня техникой каких производителей пользуетесь? И как много времени уходит на доставку тех же запчастей и установку их? Ну, сегодня в нашем хозяйстве есть как импортная линейка техники, так и отечественная линейка техники. То есть, это касается и тракторов, и сельхозмашин, и сельхозоборудования. Ну, у нас сегодня в хозяйстве в основном трактора – это трактора «Класс», «Кейс», «Бюллер», «Челленджер», кормоборочные комбайны «Кримы», ой, «Кримы», извиняюсь, «Кроны», «Ягуар» фирмы «Класс». Кроме того, есть косилки самоходные фирмы «Челленджер». Ну, а сельхозорудий, тут, в общем-то, линейка достаточно еще шире. Ну, а преобладает все-таки какое оборудование, какого производства? Ну, я бы сказал, что сегодня у нас 50 на 50. Если брать в разрезе тракторов и сельхозорудий. Дмитрий Викторович, понятно, что, ну, наверное, любой житель нашей страны, да, вот на волне патриотизма, я выбираю отечественное, предпочтет, в общем-то, нашего производителя. А, ну, можете ли вы, как производитель, в том числе, и вот каких-то вот таких вот приспособлений, техники, что-то предложить аграриям? Могу сказать, что патриотизм здесь абсолютно ни при чем. Было время, когда подавляющее количество техники завозилось из-за рубежа. До сих пор, например, в отрасли строительно-дорожных машин более 90% это импортная техника. И вот они как раз не могут переломить тренд и наладить производство в России. Что касается сельского хозяйства, то у нас есть очень сильная ассоциация производителей сельхозтехники, Росагромаш. И четыре года назад была инициирована специальная программа поддержки отечественных сельхозмашиностроителей. Это программа 1432, субсидирование техники, которая произведена в России. Сельхозподприятия напрямую от производителя техники получали скидки от 15 до 30%. Схема была очень удобная, и она сейчас продолжает действовать. И это является одним из стимулом покупки отечественных машин. Ну а когда курс евро и доллара сильно подскочил вверх, то на какой-то период вообще стало невозможным приобретение техники из-за рубежа. И тут как раз отечественные сельхозмашиностроители предложили аналоги. И все, что производилось в России на тот момент, все стало пользоваться повышенным спросом. У нас отрасль сельхозмашиностроения, наверное, одна из немногих, которая дает прирост в объеме выпуска от 30 до 50% в год. Таких показателей не обеспечивает ни одна отрасль. А ваше конкретное предприятие может что-то предложить сельхозпроизводителям? Да. История нашего предприятия началась достаточно давно. Тогда-то, я думаю, была первая самая волна локализации. Еще при губернаторе Ягумнове, когда по проекту ТАСИС были куплены лицензии на производство эффективной сельхозмашин, оборудования в Европе. И речь идет о кормозагазательной технике. То есть для того, чтобы заготовить корм скоту, мы предложили новую технологию, все наши упаковки. Она более эффективная, она приводит к тому, что продуктивность молочного стада растет, и, соответственно, растут доходы сельхозпредприятий. И вот еще с тех пор, благодаря тому проекту, наш Пемский край является лидером до сих пор в Российской Федерации по производству кормозагазательной техники. Более того, сейчас мы сочетаем в себе производство как европейских машин, так и канадских машин. То есть мы объединяем лучшие практики в мире и организовываем производство в Пемском крае. На связи с нашей студией Артем Григорьевич Галицкий, генеральный директор компании «Навигатор Новое машиностроение». Артем Григорьевич, мы вот, собственно, уже выяснили у Анатолия Александровича Голдарева такой неподдельный интерес к отечественным производителям сельхозтехники. Ваша компания, ваше предприятие сегодня может предложить достойные варианты импортным аналогам? Ну, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Да, если отвечать кратко, конечно, да. Мы, воле того, мы это и делаем. Так получилось, что предприятие практически все годы своего существования как раз конкурировало с зарубежными производителями и их продукцией. Так. Если кратко, то я ответил. Ну, можно более развернуто. Сегодня конкретно, что вы предлагаете фермерам, да, и какие запросы от них вы получаете? Что еще им необходимо? Значит, ну, скажу так. Безусловно, та продукция, которая выпускается, уже достаточно конкурентоспособна. То есть, если говорить про наших основных конкурентов, то это компании, находящиеся в Италии, в Польше, ну, в редких случаях в других странах, в том числе, там, Германия, США. Если говорить про линейку, то, безусловно, скажем, мы пока не выпускаем всего спектра продукции, чтобы закрыть полностью все потребности. Поэтому мы достаточно много вкладываем в НЕОКР, и, ну, нам есть куда развиваться. Это, если кратко. Несколько уклончивый ответ, но, тем не менее, вас услышали. Спасибо за ваше участие. Благодарю. Анатолий Александрович, конкретно, чего не хватает? Тротаров, комбайнов? Я начну вот как раз с тех лиц, которые у нас сегодня, как раз, продукции, которыми мы сегодня пользуемся, мы пользуемся как продукцией Харсангамского машиностроительного завода, так и продукцией нового машиностроения, нового машиностроения. Ну, что сегодня не хватает, допустим, вот линейка есть, то есть вот есть прессор 12, есть обмотчик, но вот сегодня встает проблема, допустим, мы заупаковали, привезли на фермы, а дальше еще возникает одна дополнительная операция. Это резка, вот эта упакованная сена же, либо сена в упаковке, для того, чтобы порезать и подать уже на кормовой стол. Нам бы сегодня очень было интересно, если бы эти производители, которые сегодня готовы с нами работать, освоили производство вот такой машины, которая могла измельчать, обматывать и, в общем-то, практически подавать уже потом готовый продукт. То есть не выполняет дополнительные технологические операции, а то иначе приходится еще и резчик использовать, плюс трактор, плюс механизатор. Дмитрий Викторович, запрос. Могу сказать, что за последние два года количество запросов к нашему предприятию в сфере освоения производства сельхозтехники, оно огромное. То есть поступают запросы из овощепереработки сферы и кое-какое оборудование мы даже за последний год разработали и поставили в наше хозяйство. С целью удешевить вообще инвестпроект, потому что иначе, в противном случае, они бы закупали все за рубежом, а, соответственно, таких денег у них сейчас нет, при том курсе доллара и евро, который имеется. Поэтому мы удовлетворяем только малую часть запросов сельхозпредприятий. Но, тем не менее, мы постоянно движемся вперед и осваиваем новое оборудование, новые машины. Есть достаточно много препятствий к этому. Здесь мы уже уходим в сторону экономической политики государства на поддержку конечных производителей. Но могу сказать, что спрос, он очень большой. Но получается, что в обозримом будущем конкуренция здесь может возрасти, поскольку импортные производители локализуют свои производства, как в свое время по этому же пути пошли все лидирующие мировые автоконцерны. Они просто открыли заводы в России. И я подозреваю и знаю, что и сельхозпроизводители с мировым именем, которые в рамках планеты действуют, они также у нас открывают свои заводы. Во-первых, это будет вам конкуренция, я так полагаю? Или как? Конечно, это определенным образом скажется на наших позициях, возможно, на рынке. Но, во-первых, от этого не уйти. То есть мы так или иначе конкурируем с предприятиями зарубежными, которые поставляют технику на наш рынок. Мы сейчас не рассматриваем всех как конкурентов. Каждый производитель занимает определенную нишу. И если в Европе, в мире мы говорим о десятках, может быть, о сотне производителей сельхозтехники, то у нас в России таких производителей на порядок меньше. И в то время, когда сельское хозяйство у нас начнет развиваться еще лучше, конечно, потребуется достаточно много техники. И наш интерес к России, конечно, в том, чтобы она производилась у нас. Такой конкуренции мы не боимся. Мы учимся у наших западных коллег. Мы стараемся выстраивать систему производства, эффективную систему сервиса, что очень важно также для сельхозпредприятий на каком-то мировом уровне. Более того, с рядом наших иностранных коллег мы уже 3-4 года наладили тесное сотрудничество. Когда мы оказываем содействие в локализации производства на территории России. Единственный минус в том, что такие предприятия открываются не у нас в регионе, а достаточно далеко. И вопрос, сможем ли мы как регион, Пьемский край, предложить зарубежным компаниям открывать производство на территории края. Ведь речь не идет о только кормозгодительной технике, которую мы производим. Речь идет об огромном шлейфе оборудования для выращивания картофеля, для переработки овощей, растения и водства, почвообработка. Поэтому спектр производителей, который может появиться на этом этапе локализации у нас в Пьемском крае, он очень обширен. Мы не должны упускать эту возможность как регион. Вместе с тем, если у нас... Это другая страна медаль, что называется. Да, но если у нас будет большое количество производителей сельхозтехники, мы как кластер сельхозмашиностроения будем усиливаться, укрепляться. И в том числе за счет тех технологий, которые будут приносить иностранные производители. Анатолий Александрович, до начала нашей программы вы упоминали, что те же запчасти для своей импортной техники вывозите из Сибири. Ну, как бы я... Действительно, сегодня надо смотреть проблему. Мы сначала начали, в принципе, одну технологию рассматриваем. И сегодня, в общем-то, у нас в студии один производитель, который занимается одной технологией. Хотя в сельскохозяйстве очень много технологий. Это и технология почвеобработки, это уборка зерновые, это вот овощи, картофель, это животноводство в полном спектре. Если рассматривать, это и доение, и паение, и утилизация, и переработка навоза. Но и самый главный аспект, который надо затрагивать сегодня, это все надо чем-то двигать. Это трактор. Сегодня очень большая проблема по тракторам в России. Мы сегодня не имеем производителей, которые бы нам выдавали на рынок технику третьего, четвертого класса тяги. То есть это мощностью 150-250 лошадиных сил, которая может работать с высокопроизводительными, широкозахватными эрудиями. Поэтому эта проблема есть, ее, естественно, надо решать. Второй вопрос. Действительно, в свое время Перский край, как-то, видимо, недоработал. И сегодня мы очень имеем мало сервисных организаций, которые бы могли обслуживать импортную технику. Вот, допустим, на нашей базе, что мы используем? Класс – это база Екатеринбург, Агроком, Урал. Кейс – это Уфа, овощи молочные, Омпарц. Бюллер – это, допустим, ближайшие дилеры либо Уфа, либо Омск. Но и точно так же по другим линейкой техники. Единственное, что, допустим, сегодня я знаю, насколько Джандир есть официальный дилер. И у них есть определенная сервисная служба. Ну и есть, вот сейчас появилась спецтехника, которая взяли там, работают с тракторами типа Фергусона, типа еще ряд по линейке тракторов. Кроновская техника еще обслуживает. На другие техники приходится обращаться. И когда вот сезон полевых работ, когда действительно нужно оперативно решить вопрос, нам приходится обращаться туда. Вы знаете, что, да, если есть проблемы в Екатеринбурге, то он сначала решит свою проблему, а потом к нам выйдет. То же самое сегодня с запчастями на импортную технику. То есть, на склад сегодня никто не работает. Запасы никто не делает. Потому что все считают деньги. Все считают, что оборотные средства – это основа основ. Естественно, любая запчасть по заявке, это надо ждать как минимум от недели до 40-50 дней доставки. Все это время техника простаивает. Да, да, да. Господа, мой любимый раздел – фантазии и прогнозы. Возможно ли на территории Пермского края появление, понятно, сервисных центров, локализации какого-то там мирового производителя, появление, я не знаю, тех же тракторов, еще каких-то там продукций? Вы знаете, с точки зрения производителя, я вот еще бы хотел на одном моменте остановиться. Не знаю, почему, опять же, но вот у нас есть оригинальное Министерство Советского Хозяйства. Есть. Но, к сожалению, нет такого блока, как механизация производственных процессов. То есть, есть агрономия, есть животноводство, есть ветеринария, но вот механизация, не знаю. Чтобы человек определенно отвечал за механизацию в регионе, ну, к сожалению, я вот не слышал, не видел этого специалиста. Прям взял себе на карандаш этот момент. Да. Дмитрий Викторович, возможно ли у нас появление в Пермском крае локализованного производства, ну, не знаю, каких-то крупных мировых производителей? Если нет, если да, то что для этого надо сделать? На мой взгляд, это вполне возможно, так как у нас уже по факту существует кластер сельхозмашиностроения, то есть у нас есть минимум это четыре производителя сельхозтехники, а также весь спектр поставщиков, подрядчиков, которые обеспечивают ее производство. В настоящее время стоит задача в первом полугодии сделать этот кластер организованным, зарегистрировать его на федеральном уровне и написать программу развития данного кластера. Думаю, что если это будет сделано, если структура нашего кластера будет понятна иностранным производителям техники, они с готовностью рассмотрят наш регион в части размещения здесь производства. Основная, конечно, отрасль, которая присутствует у нас, в Башкирии, в соседних регионах, это животноводство. Думаю, там другие сферы. И вот для таких отраслей вполне мы можем привлечь производителей на нашу территорию. Конечно, это общая задача. Это оформление кластера нам помогает Центр кластерного развития при корпорации развития Пермского края. Это Министерство экономического развития и инвестиций, которые непосредственно презентуют Пермский край и обеспечивают сопровождение проектов по открытию здесь компаний и организации производства, решению всех административных проблем. Ну и также Минсельхоз, конечно, очень важную роль играет, потому что он в конечном итоге должен рассказать о той потребности в технике, которая испытывают хозяйства нашего региона и соседних регионов. При всех этих условиях мы, конечно, имеем шанс заслужить внимание странных производителей. И мы собираемся это сделать уже летом. Этим летом, во время проведения мероприятий Дня Поля, это Агрофест, мы планируем пригласить целый ряд зарубежных производителей сельхозтехники и передать всю эту информацию. Но им же надо ведь какие-то конкретные предложения, скорее всего. Но приехали производители, просто так поговорить, наверное, нет. Какие-то конкретные предложения должны прозвучать? Конечно, предложения будут от Минсельхоза в части запроса в отношении техники и готовность оказать содействие в продвижении данной техники на территориях региона. И предложение прозвучит от агентства по инвестициям, сейчас это Минэк, инвестиции в части площадок и каким образом, где можно организовать такое производство. Будет показана вся производственная инфраструктура, которая задействована в настоящее время в производстве сельхозтехники в плане выезда на предприятия кластера и так далее. Поэтому программа предстоит обширная. Мы намерены иностранцам показать опыт работы Пермского края в этом направлении. Подытоживая, ждем день поля, конкретные предложения в адрес мировых производителей. Ну и кстати, еще один плюс, это наше географическое положение. Согласны? Безусловно. Спасибо большое, господа, за то, что нашли время для нашей беседы. В Пермской студии РБК Дмитрий Теплов, директор Краснокамского ремонта механического завода и главный инженер агрохолдинга «Русси» Анатолий Голдарев. Еще раз благодарю за то, что пришли и за то, что имеете собственное мнение по обозначенной тематике этим вопросам. Спасибо, что выбираете РБК. Увидимся в нашем эфире. До встречи.